Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. И еще он возвращается. Видно, что он повзрослел, приобрел свой стайлак, который очень похож на NF. Ну да ладно. Типа, ну, короче, в любом случае удачи и будем надеяться, что будет охуенно. Типа, прикольно, прикольно. Где твой кот? Ну, бля, явно не на студии, типа, знаете. Дома? Где может быть? Мог гулять, типа. Сегодня он на чемпионате мира. Что с волосами делать будешь дальше? А что за вопрос? Ну, типа, когда надоест, постригу. Так мне похуй. Типа. Такое мне похуй. Будут ли новые олимпийские трэш-игры? Ну, я не знаю. Мы не планировали. Не планировали. Где-то берешь идеи. Хороший вопрос, кстати. Вообще из воздуха. Очень редко получается так, чтобы сесть и что-то придумать. Обычно просто идешь и такой... И, как правило, даже из маленькой какой-то банальной идеи, которая переюзана миллион раз, что нового ничего не придумаешь, можно развить что-то охуенно. Руки у всех не дотягивают что-то делать. У меня самого такое часто бывает, типа... Если... Ну... Вот. Идея из воздуха. Вообще, жить очень скучно. И ее надо... Жизнь надо наполнять как раз такими моментами, когда ты просто, ну, типа, созерцаешь, что-то такое. Сидишь, скучаешь. И вместо... Ну, короче, бля, иногда очень полезно... Побыть с собой наедине, отключить весь шум, отключить телефон, не заходить в интернет и просто ловить. Ловить в воздухе всю хуйню, которая там витает. Это очень прикольно. Чем увлекаешься? Ну, типа... Ну, зло, в первую очередь. Начал книжки читать в этом году. Типа... Прикольно. Потом фильмы начал смотреть. Сейчас увлекаюсь, короче, кинематографом. Типа, мне интересно... Но... Интересно смотреть фильмы не с точки зрения о какой там будет сюжет, интересно, что с героем. А типа, как оно строится. То есть, типа, ты смотришь и такое понимаешь. Ага, первые 30, там, первые 10 минут меня знакомят с персонажем, меня знакомят с его миром. Вся хуйня, война, бла-бла-бла. Там, типа, потом идет переход ко второму акту. Типа, и ты такой... Угу. Вот. А второй акт, это обычно, когда, типа, мир персонажа в любом абсолютном фильме меняется с ног на голову. Короче, вот мне сейчас интересно. Вот эта хуйня... Че еще? И смотреть на вещи с разных сторон. Я вообще начал за собой обращать внимание, то, что я задрот, блядь, я задрот. И мне очень интересно, как все устроено. Вот есть люди, которым интересно, что внутри, блядь, мышки, клавиатуры и так далее, они разбирают. А мне это интересно с точки зрения... Ну, то есть, типа, как устроен человек, как устроен... Как музло устроено, кино, как... То есть, заглядывать, блядь, в состав. Вот, шарите? Это очень интересно. Мне, по крайней мере. Ты за реал болеешь? Нет, я просто купил себе эту футболку. Я не болею ни за кого. Я болею диабетом. Бросил свою первую любовь, мониторяю ее в ВК, чувствую, как ей больно... О, вижу, как ей больно, чувствую себя мудаком, что делать. Блядь, живи дальше. Ну, типа, оно пройдет. Ты всегда первую любовь, конечно, будешь помнить, но оно пройдет, потому что на смену одним людям приходят другие, особенно, когда вы расстаетесь. Это же сэкспресса, и всегда. Первая любовь, вторая любовь, она пристрелочная. Типа, я в первых отношениях был мудаком, во вторых отношениях я был мудаком, который точно так же думает о себе, типа, и в своем мирке что-то обитает. Для меня просто есть телка рядом и есть. Это было навсегда, но нужно, типа, делать, чтобы она была навсегда. Ничего не получается так, что все течет, как течет, и, типа, либо получится, либо нет. надо же понимать, что любая хуйня от человека зависит. Типа, вырастал... Это тоже никого не трогал, мы бухали с пацанами, я все рассказывал, как мне больно и неприятно после первой любви. Это долгая хуйня, долгая здесь... Ну, хуй знает. Я благодарен очень этим моментам. Думаю... Короче, все, что происходит в жизни плохое, я уже говорил об этом тысячу раз. Оно охуенно. Это, типа, трамплин. Надо спуститься в говно, чтобы оттуда подняться, типа, чтобы у тебя было с чем сравнивать, короче. И... Ты находишь что-то охуенное. Мне кажется, если в жизни все будет хорошо, можно с ума сойти просто и от скуки, и от... Бля, от скуки. Типа, если у тебя все хорошо, значит, у тебя все обычно. Шарите? Есть ли у меня образование? Не. У меня 9 классов. И чуть-чуть техникума. Умные цитатки говоришь. Так, холи, я на паблике подписан, мысли Джокера. Помнишь, я тебя любила? Забудь нахрен. Дневник мыслей. А... Я забыл все названия. Охуенное видео, кажется, нащупали, но зачем так стараться? Слушай, да там на самом деле... Ну, то есть, это... Это простой контент все-таки. Там все держится на препродакшене, то есть, типа, придумать, что засовывать в коробки, составить пары. Мы с Пязок ехали и составляли пары в Сапсане. Мы... Мы... Наверное, суммарно... Чтобы вы понимали, пары... Обратите внимание, чтобы, типа, не было слишком много хайповых людей в выпуске. Чтобы мешать менее хайповых, более хайповых, и так в каждом выпуске. Типа, мы суммарно часов в семь, наверное, составляли пары только, блядь. Придумывали, что запихивать в коробки, там вся хуня. А так, в целом, мы пять выпусков целый сезон отсняли за день на Витфесте. Мы бегали весь день, искали людей. Это пиздец, это сумасшествие. Мы очень устали. У меня постоянные беготни, я же бегал за людьми, там, типа, мы со... Ну вот, блядь, у нас команда работает, но тем не менее, типа, мы с Пязок очень много хуярили. Девочки наши, продюсеры тоже, всем вообще большой респект. У меня постоянный уровень сахара в крови падал из-за физических нагрузок, потому что я бегал по всему ветвесту вот так вот, блядь. А, ну и, ну и типа, дальше уже дело монтажа, а у нас монтируют пацаны сейчас, ну если вы смотрели новый влог мой, вы видели, что теперь я влоги монтирую с ростом. Ну, всегда ванчу напополам, типа, ну как-то пополам. Я нарезал содержание, он оформлял красиво все это делал. Сейчас это делает рост, чувак. И ванчу теперь монтируют на клик-лаке. Он как бы перерос ту хуйню, которую я делаю у себя на канале. И теперь он монтирует, кажется, нащупал наше дело в монтаже, типа, ну, согласовать, отсмотреть, добавить правки. Вопрос, какой у тебя хуй, большой или маленький? Ну, мне кажется, скорее маленький, чем большой. Шарите? Бля, я ж вылетел от смеха. Ну, такой маленький, 24-сантиметровый болт. Пау-пау-пау, челка на бок, очки на глазах, карлик в эфире, борода на щеках, диабетик посмертный, берешь в рот, твоя смена. Короче, борода на щеках, очки на глазах, говно рифмы. Ты существительный, на существительный рифмуешь, это называется квадрат. Шаришь? Могут быть исключения, когда у тебя рифма за рифмы идет. Я жру их, как в рекламе синий минис, пососите пинис, они в шоке от моих. Ладно. Я, короче, прикололся с того, что как охуительно тексты писать на студии. Я угорел, потому что все-таки, ну, я ничего не вижу типа плохого в том, что там, типа, могут кто-то густрайтить, писать твои идеи, писать вместе, но все равно я чувствовал себя некомфортно в этом, типа, пустышкой ебаной себя чувствовал, вот сейчас, сейчас изливаю душу. Типа, ну да, я придумал, да, это, но я не сам написал. И я сейчас угораю, потому что я пишу тексты, просто охуеть, я никогда не чувствовал себя так клево. Я вернулся к тому, с чего начинал, и я угораю с того, что это охуенно делает нас в студии. Пока Витек делает здесь биток, я прям вот лежу здесь и накидываю текст. И вот сейчас типа половина, наверное, альбома, половина песен на альбоме, они написаны прямо здесь. Я прихожу домой, пытаюсь дописать второй куплет, я в Твиттер писал, что у меня проблема со вторыми куплетами, потому что, типа, здесь меня хватает только на один. У меня есть мысли на второй, я сажусь дома, и, бля, меня все отвлекает, все, я не могу дописать. Но сейчас мне не позволяет, короче, вероятно, потому что у нас, ну, клаковские рабочие дела, поэтому придется здесь написывать. Но я прям дико, короче, угорел с того, чтобы писать. Прям, вот все. У меня, я написал трек, ну, типа, у меня пару угарных будет треков, типа, в основном, в основном, ну, всякое. И, я во втором куплете не до сих пор, ну, типа, не садился, не могу еще сфокусироваться, написать, типа, вот такой флоу. Типа, честно говоря, у меня нет опыта, чтобы прям пейздецкий флоу, вот прям, типа, строчек 8 сделать, фаст флоу, ну, прям, чтобы, чтобы это все красиво звучало. И мне посвящали мысли, бля, может, типа, пацанам кому-нибудь отдать рекеф или джубу. И такой, и внутренний голос просто орет, нет, не делай этого, нет, не повторяй ошибок, с этого все начинается. И, короче, приходил джуб на студию, мы писали трекан, ну, мы хотим сделать, типа, какой-нибудь трекан. И я ему заценивал, короче, куплет, который я написал, я смотрю, я смотрю, я волнуюсь, типа, переживаю. Я показывал там пацанам, всем здесь, все заебись. А все-таки джуб очень, ну, меня очень сильно вдохновил, типа, как раз-таки на то, чтобы самостоятельно все это делать, потому что, типа, ну, мне нравится то, что он делает, и я прислушиваюсь, типа, иногда. И я сижу, переживаю, думаю, сейчас хуесосит, сейчас хуесосит. У меня было такое, когда я написал, типа, ну, охуенный трек, и я просто тащусь от него, пиздец, я включал там, типа, он в основном, тёлкам нравится, девочкам, потому что он такой, типа, нравится, и он такой, охуенно. Я такой, все, я снова текстовик. Блять, Игорь пришел. Привет, я Игорь. Саламуля. Вот такая хуня. Короче, мы тут, не сидим, сложа руки. Так, слушай, а, сейчас я закончу. Давайте сейчас закончим. Бля, я сейчас, если отойду отсюда, у меня интернет отрубится. Я напиздел, конечно же. Я даже не уверен, что он будет летом, несмотря на то, что летом мы 100% его закончим, нужно еще около месяца, даже со всем свидетельем всей хуни, месяц нужен на то, чтобы закинуть его в iTunes. Три недели. Обязательно летом будет клип, а может два, типа, и какие-нибудь, типа, лайвы, ну, все будет четко. Это прям вот 100%. Ага. Все, короче, я ухожу, раз пришел Витек, сделал Биток. Увидимся в следующий раз. Все, Чигирапсал, Скибери, пам-пам-пум-пум. Берда. Гра, Скирка.